Ученики Тальменской школы стали победителями международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», который проходил в Москве в конце марта. Форума хватило 12 стран, полторы тысячи молодых исследователей, педагогов, ученых. Работы наших ребят признали лучшими в области инженерных наук и физики. Максим Фетисов второй раз участвовал в таком форуме. В прошлом году получил спецприз от компании «Русгидро». В этот раз стал победителем. Свой проект по созданию осветительной опоры для угледобывающего предприятия он существенно доработал. Помогла экскурсия в разрез и встреча с рабочими энергетиками Сибантрацита. У нас получается есть такая независимая осветительная мачта, которая сама работает. К ней не нужно прикладывать каких-то усилий. Единственное, если у нас большая загрязненность, раз в месяц ее нужно будет прочищать, но это не так трудно. И гарантированно лет 20 она будет спокойно работать. Мачта автономная, разборная. Ее можно приспособить для других предприятий задач регионов. Создать действующий макет помог учитель технологии из 112-й новосибирской школы, а также компания «Русгидро». Как только установка вернется из Москвы, есть идея сделать реальную действующую осветительную опору. И, конечно, испытать ее на настоящей производственной площадке. Это будет идеальная ситуация, что три года тому назад была поставлена задача, причем это задача невыдуманная. И вот через три-три с половиной года эта задача реализовалась в действующую осветительную опору. Если это получится, это, конечно, будет очень круто. Проект Максима начался с решения технологической задачи на районной профильной игре «Сделай шаг». Проект Даниила Деркача – это решенная задача турнира юных физиков. Его тогда еще семиклассника привлек в команду все тот же Максим Фетисов. Проект «Свистящая сетка» Данил доработал, прошел отбор на крушных соревнованиях и победил на международной форме. Организаторы отметили работу восьмиклассника малой медалью, как лучшую в области физики. В ходе своей работы я исследовал, как параметры системы влияют на частоту звука этой сетки. Давайте я продемонстрирую. Струя воды под углом, падая на металлическую сетку, издает звук. Данил исследовал разные виды параметров и условий. И ответил на вопрос, почему это происходит. Практическое применение этой задачи юноша видит в музыке и в коммунальной сфере. Например, как избежать гидроудара. Уже начал подготовку нового проекта, более масштабного. Изучает гигантскую звуковую пластину. Тюф, он в первую очередь учит мне физики, а думать. Поэтому я считаю, что тюф меня очень сильно продвинул как в целом, в личных качествах, так скажем. Ну, в логических размышлениях и, ну, также в общего кругозора. Для занятий есть все условия. В школе работает точка роста. Есть талантливые педагоги-наставники. Но главное в успехе, большое трудолюбие и настойчивость самих ребят. Обоих учеников торжественно наградили на общешкольной линейке. Ребята стали наглядным примером, чего можно добиться, если серьезно увлечься обычным школьным предметом.